Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире Творческая Мастерская. Меня зовут Полина Бахова. И сегодня в нашей Творческой Мастерской мы раскроем секреты выпекания настоящего домашнего хлеба. Испокон веков этот процесс на Руси считался настоящим таинством. И сегодня мы пришли в гости к Виктории Кузине, к пекару-кондитеру, которая делает домашний хлеб практически каждый день. Да, Виктория? Ну, расскажите нам об этом замечательном продукте и как вы делаете домашний хлеб. Хлеб я пеку уже очень давно для себя и своих друзей. Также я пеку еще хлеб на продажу. С чего мы все начинаем? У нас есть закваска. Итак, хлеб начинается с закваски. Да, хлеб начинается с закваски. Что это такое закваска вообще? Закваска – это живая культура, которая живет своей жизнью. То есть это какие-то живые бактерии? Это живые бактерии. Это одноклечатые грибы, которые живут в хлебе, то есть в муке. И они поедают сахар и крахмал, который находится в муке. Сейчас я вам немножко покажу, как я кормлю свою закваску. Закваску я кормлю два раза в сутки. То есть закваску надо кормить? Да, она, так как она живая и она кушает, ее надо кормить два раза в сутки. Можно кормить и раз в сутки, но смотря какие вы пропорции делаете. Я вам сейчас немножко покажу, как я это делаю. Предварительно делать закваску. Это дрожжи? Нет, это закваска, это вода и мука. Все, никаких сахаров, никаких меда, ничего. Она сама вырабатывает спонтанные, это спонтанная культура называется. А у нее есть дрожжевые культуры и молочные бактерии. Когда вы, может, вы когда-то пробовали хлеб на закваске, и у нее такая есть кислинка. Это означает, что закваски больше выработало с кисломолочных бактерий. Итак, мы теперь кормим уже у нас закваску. Это у нас закваска, которую я кормила вчера, и на ней замесила хлеб, и вот у нас остатки остались. Мы берем закваску. Сколько грамм? 20 грамм. Наливаем воды. И перемешиваем. Маша, помогай. Помогай. Перемешивай. И хорошо нам надо перемешать. Нужно, чтобы все растворилось. Ну, даже не все, чтобы немножко оно растворилось. И добавляем сюда муки. То есть это у нас хлеб даже без добавления дрожжей? Да, здесь она вырабатывает свои дрожжи, спонтанные дрожжи. Ничего себе. Я думала, любой хлеб требует дрожжей. Нет. Все перемешиваем. Чтобы она была консистенцией сметаны. А она даже не консистенцией сметаны. Она у нее такая... Сейчас я покажу вам как. Ну, это очень долго рассказывать, если там как бы... Всю технологию. Всю технологию. Мне сегодня, например, я хочу не два раза в сутки кормить, а раз в сутки. Поэтому я вот такой консистенцией ее сделала. Вот она. И она густая. Да, она достаточно густая. Это достаточно плотная закваска. Я ее буду кормить раз в сутки. Кормить, то есть также добавлять в воду и замешивать. Добавляем в воду и больше ничего. Вот такая должна быть закваска для хлеба. Все зависит. Это технология. Можно замесить ее намного, чтобы она была... Более жидкая. Жидкая, да. Ну, тогда придется ее кормить два раза в сутки. А я буду кормить раз в сутки. И мы ее отставляем или добавляем? Нет, мы ее отставляем. И все. И она у нас стоит, и мы ее не трогаем. Это у нас тоже мы отставляем. Мы сейчас покормим ржаную закваску. Это у нас уже будет основа для другого вида хлеба, да? Это ржаная закваска. Выводится на ржаной муке. И на ней пекутся только ржаные хлеба. Запах такой кисленький, сиропольный. Запах у нас кислый, потому что ее уже пора кормить. Мы ее даже... Можно попробовать ее на вкус. То есть можно взять ее и попробовать, какая она на вкус. И по вкусу мы можем определить. Да, по вкусу мы можем определить кислотность этой. Так. Также добавлять будем воду, да? Воду добавляем. Машнюю замешиваем. Так, подожди. И ржаную муку, да? Да, перемешиваем. И добавляем ржаную муку. Можно меня пополнить? Да, дай Полине. Мне тоже хочется поработать закваской с живыми бактериями. Это домашний питомец. Настоящий, правда, живой организм. Да, это домашний питомец, как я вообще шучу, это тамогучик. Да, за которым нужно постоянно следить, да? Да, ну все. Вот такой консистенции замесили мы ржаную закваску. Так, и оставляем ее, пусть она еще будет стоять у нас, правильно? Да, она стоит тоже. По времени сколько? Так же? Двенадцать часов. Двенадцать часов. Вот это вот... Проверять нужно ее? Нет, нет. Поставили и забыли? Да, поставили и забыли. Ничего не надо. Так. И теперь у нас есть еще закваска Левита Мадре. Какое русское название. Это итальянское название. Это закваска. Закваска у нас также есть 100% влажности и 10% влажности. Вот Левита Мадре у нас как раз при 10% влажности. Это закваска, которая очень хорошо подходит для сдобы. А, то есть для молочки. Да, но на ней очень вкусный хлеб получается. Она кормится в других пропорциях. Добавляем также воду и... Муку. Обычную? Да, обычную муку. А почему же? В чем же разница? А в плотности. Разница плотности. А, в плотности, понятно. Разница плотности замеса. Не замешиваем. Помогаем. Помогай. Ой, ой, нехорошо. Нежненько. Она же живая. Давай я сейчас быстренько замешаю. Она прям густая-густая, да, получается? Да, она у нас самая густая. Самая густая. Мы ее прямо вымешиваем. Ее надо вымесить. Никакого сахара, ничего. Нет, никакого сахара. Еще на стадии, когда вы выводите закваску, мы выводили ее, можно выводить на ананасовом соке. Ничего. Выводится закваска 6 дней у нас. Ой, это целая неделя нужно следить за закваской? Да, это целая неделя. Мы его сделаем вот так. И будем веселять. Да. Сейчас я тогда больше лучше замешаю. А какой хлеб самый полезный? Наверное, ржаной? Хлеб полезный любой. Даже можно на дрожжах приготовить полезный хлеб. Все зависит от ферментации хлеба. Чем длиннее ферментация хлеба, тем хлеб у нас в качестве. Вот расшифруйте, пожалуйста, это понятие, что такое ферментация хлеба. Ферментация – это брожение хлеба. Чем дольше он бродит, тем вот эти бактерии перерабатывают и вырабатывают более полезную культуру. Ничего себе. Поэтому можно даже сделать на дрожжах, но пропорции, например, на 1 килограмм муки 1 грамм дрожжей. Прессованных, и тогда у вас получится закваска. Это тоже будет закваска. Она биг называется или пуп. То есть полезность хлеба зависит от брожения, сколько он бродит, да? Да. И от консистенции замеса, правильно? Ну, в основном от брожения. От брожения. Сколько хлеб будет... Сейчас пойду. Сейчас домесим нашу закваску. Полина, хочешь? Да, я бы тоже попробовала. То есть как обычное тесто. Да, как обычное плотное тесто. Оно очень густое. Да, плотное. Сейчас. Нашу насла феточку. Пробую дотирать. Сейчас вытрем. Так, и это у нас еще одна закваска. И это еще одна закваска. Которую мы также убираем на... Да, она больше. Она стоит сутки. То есть ее надо кормить раз в сутки, так как она достаточно плотная. Вот так вот. Мы еще делаем надрезики. Можно ее сделать так. Цветочек такой разрезать на 4 части. Итак, у нас готова закваска. Да, закваска у нас созрела. Мы берем закваску. Перекладываем ее в миксер. Все мы взвешиваем по рецепту. У нас есть рецепт. Добавляем воды. Немножко я перемешиваю. Саму закваску даю ей. Чтобы она разошлась хорошо. И добавляем муки. Мука уже на глаз или тоже? Нет, мы все делаем по рецепту. Раньше наши бабушки делали все на глаз. У них не было какого-то. А мы делаем все по рецепту. У них не было электронных весов. Да, у них не было электронных весов. И они, естественно, все делали. Но нам надо дать. Сейчас я замешаю. Я помогу миксеру и вымешаю ложкой. Я читала, что у наших бабушек процесс выпекания хлеба это было вообще целое. Да. Такой ритуал. Нельзя было разговаривать, хлопать дверьми. Они боялись сквозняков. Нужно обязательно было молиться, когда замешиваешь тесто. И вообще печь хлеб доверялось не каждому, так скажем. Такое, да, это правда. Хлеб очень чувствует энергетику человека. Вот мы замесили тесто. И даем ему обязательно, называется это автолиз. Ага, а в переводе на русский? А это даем ему просто настояться, потому что клейковина у нас должна распуститься в воде. То есть у нас есть жидкость, есть сухая смесь. И нам надо, чтобы вот эта клейковина разошлась в муке. Где-то полчаса она у нас стоит и отдыхает. Только потом мы будем замешивать тесто. То есть и это еще не тесто, представляете? Да. Это еще не тесто. А юг выглядит как тесто. Да, выглядит в принципе как тесто, да. Но ему надо дать отстояться. Угу, полчаса. Вот 30 минут, даже бывает и час. Можно дать ему постоять, но ничего, наоборот. И только потом мы делаем замес хлеба. Итак, мы замесили тесто, да, Вика? Тесто у нас замешано. И теперь у нас оно бродит. Процессы брожения у него происходят. Мы делаем 2-3 обминки. И обминки это мы... Да, для того, чтобы нам сделать обминку, нам надо, чтобы у нас руки были влажные обязательно. Тесто не прилипало к рукам. Угу. Еще тесто надо проверить на глютеновое окно. Это что такое? Ну, проверить вот как глютеновые ниточки, как у него. То есть мы должны прозрачность как-то его стянуть? Да, это глютеновое окно, но это просто для себя, когда вы... То есть вы уже будете знать, насколько у вас тесто хорошо выбродило, видите? Это хорошо выбродило. Это да, это хорошо выброженное тесто. Конечно, у него тянется. Оно очень тягучее, и у него такое, вот видите, прозрачность, называется глютеновое окно. Угу. И вернутся такие круглые, равномерные дырочки. Угу. Делаем обминку. Руки мы засовываем под хлеб. Угу. И натягиваем тесто. Угу. Вот так. Переворачиваем и опять натягиваем тесто. С четырех сторон делаем обминку. Да. Давай-ка мне тоже отпустить руки. Да. Так, руки должны быть влажные. Да. И поднимаем. Да, да. Ой, какое оно на ощупь приятное. Так. Все, все. И кладем, да? Да. Ну, классно, вот чуть-чуть его. А, чуть-чуть. Завернуть его, да? Все, и оставляем его дальше на брожение. Весь процесс брожения занимает от трех до четырех часов. И потом мы уже начнем его формовать. Итак, вымесили тесто. Тесто у нас выбродило. Угу. Оно у нас уже готово. И мы будем делать предформовку. Нам надо подпылить стол обязательно. Это значит посыпать мукой. Да. Это значит посыпать мукой. Необильная межа, да? Да, необильная. И берем мы форму и переворачиваем. Угу. Видите, какое у нас красивое. Очень. Правда, как живой организм. Да. Отделяем. Переворачиваем. Угу. И делаем предформовку. Маленькую такую колобочек. Руки ставим возле хлеба и как бы заворачиваем. Придаем, в общем, ему форму, правильно? Форму колобка, да. Колобка. Можно, конечно, и с трепком это делать. Это я делаю очень быстро. Вот так раз. И все. И оно должно полежать минут 20 отдохнуть. Угу. Тесто у нас полежало, отдохнуло и дальше мы. Да. Тесто у нас полежало, отдохнуло. Мы опять подпыляем. И делаем формовку. Вот. Вот так красиво. Заворачиваем. Пеленаем. Так. Так. Как ребенка. Да. И ставим корзину. У нас корзинка такая есть. Ставим его в корзинку. И здесь оно уже будет у нас созревать. Сколько оно у нас зреет? 10 часов может спокойно зреть. 10 часов оно будет лежать. Только в холоде, в холодильнике. В холодильнике должно быть плюс 6. И вот 10 часов оно может от 8 до 10 часов в холодильнике. Вот такой процесс. А если есть прямой способ, то тогда где-то 2 часа в тепле и выпекаем. Угу. Итак, наше тесто подошло, я вижу, да, Виктория? Что мы дальше с ним делаем? Значит, мы берем тесто и переносим его на бумагу. Угу. Этот способ называется... Это у нас подовый хлеб. Угу. Есть формовой, есть подовый, да? Формовой это тот, который печется в форме. А который печется в корзинке, растаивается. И это он подовый называется. Угу. И мы делаем надрезики. Для чего? Потому что когда хлеб будет подходить, с него будет вот эта влага вся выделяться, чтобы его... Ну, во-первых, это для красоты. Угу. А во-вторых, чтобы его не сильно порвало. Угу. Ну, я сегодня сделаю сейчас такие декоративные разрезы. Угу. В свободном порядке мы их делаем, правильно? Вообще, сколько должен подходить хлеб, прежде чем поставить его в духовку? Хлеб у нас подходит от 12 часов и до 15, иногда бывает даже 24 часа может подходить. Вот такой красивый сделали декоративный разрезик. И теперь мы хлеб понесем в духовку. Угу. Хлеб мы ставим в духовку. И добавляем туда пар. Выставляем время. Даже у меня на 275 градусов. Хлеб у нас печется полчаса. Сначала при температуре 275 градусов 15 минут, и потом мы сбавляем температуру до где-то 230-240 и выпекаем еще 15 минут. Какая красота у нас получилась. А аромат какой от хлеба домашнего. Да, мы сейчас разрежем один хлебушек. Вот такой у нас хлеб. А аромат какой от хлебушек. Итак, это у нас какой хлеб? Здесь из зерна, это зерновой, да? Это зерновой хлеб. Тут очень много муки. Линая, рисовая, гречневая мука. И первый сорт. Но он темного цвета. Да, за счет того, что там линная мука. Спасибо. Вот такой домашний хлеб у нас получился. Трудом долгих-долгих усилий, замесов, заквасок и всяких разных процедур. Он мягкий, воздушный, еще теплый, ароматный. Прям живой хлеб. Настоящий. С хрустящей корочкой. Да, с хрустящей корочкой. Очень вкусно. Спасибо вам огромное за секреты, за такой интересный рассказ и открытие для нас удивительной процедуры выпечки домашнего хлеба. Но мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Не ленитесь, пеките дома хлеб сами, потому что это совершенно другой вкус. Увидимся в следующих передачах на ОТВ. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok